Сообщение о взрыве поступило на пульты милиции в 12.30. Через несколько минут на место выехала команда быстрого реагирования. Из школы всех эвакуировали, а территорию вокруг здания цепили. Несмотря на то, что детям не сообщили, почему их освободили от уроков, ребята догадались об истинных причинах. Бомбу подложили. Учителя были в панике, ученики. В том, что в школе нет бомбы, уверено руководство объясняют. В свете последних событий, связанных с угрозами террористов в учебном заведении, особое внимание уделяют всем посторонним. Возможность минирования исключают. Никого не можем подозревать, чтобы могли проникнуть на территорию школы. Поэтому на 99,9% эта информация ложная. На поиски бомбы в здании школы сотрудники милиции, взрывотехники и кинологи потратили несколько часов. Обыскав все помещения и территорию, прилегающую к учебному заведению, правоохранительные органы ничего не нашли. Поступило сообщение о заминировании здания школы номер 115 Кировского района города Донецка. Выездом на место происшествия было эвакуировано порядка 900 человек. Но на данный момент информация не подтвердилась. Мы проводим дальнейшую проверку. Всего же за прошедшую неделю в Донецке зафиксировали 6 ложных вызовов. Милиции отмечают, каждый такой выезд обходится правоохранительным органам в 2000 гривен. Все зависит от дальности объекта и количества людей, задействованных в операции, объясняют милиционеры. Что же касается этого случая, известно только, что звонили с таксофона. Предположительно, это был ребенок или подросток. Сейчас хулигана ищут. Инга Лапикова, Владимир Ревриков, Панорама.